На Псалом, 94-й, стих 1-й. Придите, возрадуемся пред Господом, Воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего. Звук трубы возбуждает в воинах воинский дух И ободряет их к сражению с неприятелем, А приближение бури побуждает моряков Оставить гавань и вывезти корабль в открытое море. Подобным образом нас собрала на это духовное празднество Торжественная песнь песнопевца Давида, Прозвучавшая нам сегодня из его книги. Что же, говорит он, придите, возрадуемся пред Господом, Воскликнем твердыни спасения нашего, Предстанем лицу его со словословием, В песнях воскликнем ему. Вот что говорит Давыд. Вот добрый призыв, вот духовная пища. О, человеколюбие владыки! О, увещание пророческое, зовущее нас к покаянию! Здесь ты видишь великое человеколюбие владыки, Слышишь отрадную проповедь пророка. Она всех нас обращает к покаянию, Призывает к благочестию и спасению. Придите, воспоем Господу! Господь повелевает, пророк призывает, И мы должны повиноваться. Конечно, он призывает нас не к тленному пиршеству, Доставляющему удовольствие нашему чреву. Вот как зовет нас его сладкогласная лиры. Придите, воспоем Господу! Итак, все мы, соединившись узами любви к нему И принять иго послушание, Припадем ко владыке, Очистившись от содеянных нами за день прегрешений. Только в настоящей жизни возможно покаяние, А на долю будущей остаются угрозы и суд. Послушай, что говорит об этом сам пророк. Вааде, кто исповестся тебе? Итак, пусть ничто не удержит нас, Но от всего сердца будем умолять Бога. Он с готовностью слушает моления просящих Его. Только ты не ленись просить Его. Бог всегда готов слушать тебя. Тебе не нужно не делать дальних путешествий, Не переплывать моря. Послушай, что он говорит. Царство небесное внутрь вас. От тебя не требуется никаких трат или издержек. Только обратись к нему с плачем И точно преклонишь его на милость к тебе. Обратился некогда Езекия к стене, говоря, Вспомни, Господи, как я в истине ходил перед тобою, Сердцем совершенным И угодно пред очами твоими творил. И восплакал Езекия сильно. Четвертая царь, 22. И Господь продолжил его жизнь. Не к каменной, конечно, обратился он к стене, Но к стене, созидаемой учением апостолов и пророков. Разумея ту стену, о которой Павел, похваляясь, говорил, Это я, как премудрый строитель, положил основание. Ту стену, в которую вложил краеугольный камень. Разумея Христа, о котором Писание говорит, Камень, который от вербе строителей сей сделался главой угла. Разумея стену, построенную из святых камней, О которой говорит Писание, что в ней камень, Свят Захария 9,16. Разумея ту стену, из которой создан храм Божий. Что ты делаешь, языкия? Зачем обратился ты к стене? Краеугольный камень, говорит, я ищу. Краеугольный камень, который есть Христос. Его я ищу, подателя жизни и избавителя от смерти. Его ищу и к нему прибегаю. Обратившись и вместе с тем покаявшись, он приобрел себе жизнь и отклонил приговор, произнесенный о нем Богом. И Бог прибавил ему 15 лет жизни. И когда со всех сторон был окружен и осажден врагами город, Явился ангел, поборающий по нем, и поразил бесчисленные полчища ассириян. Такова сила покаяния. И вот, говорится, сошел ангел Господень и убил из полков ассирийских 185 тысяч. 4 сар 19,35. А самого вождя их синахирием отпустил Бог живым. Не почему другому, я думаю, как только через то, призывая его к покаянию. Известно именно, что когда Бог увидел, что он не убедился этим и не обратился, он остается твердым и непримиримым в своей злобе. Тогда руками двух его сыновей Бог предал его смерти. Когда он думал, что уже избежал постно слоной Богом с пагубной смерти, возвратился на родину и готов был наслаждаться благами мира в безопасности. Тогда два сына его, Адремелех и Сарасар, убивают его и убегают в горы Араратские. Видишь, возлюбленный, что принесло языке его исповедание? И какое зло причинило синахириему его косность во грехе? Хочешь, я укажу тебе и другой путь покаяния, и дверь исповедания? Подражай покаяния язычников, я, разумею, именно не невитян. Они, не слышав ни евангельских слов, ни проповеди пророков, ни благовестия о Царстве Небесном, оказали, однако, послушание пророку. И смотри, как преподает к Богу, как он усиляет его, как гнев его прилагает на милость к себе, и как они отклонили приговор Божий, как смягчили его гнев и расположили его к человеколюбию, как свой город, стоявший на краю гибели, оградили надежнее всякой стены и сделали его крепче Адаманта. Богоугодны были не царский венец и держава, но пепел с власеницей, не блеск багреницы на рубище, не златакованный трон, украшенный камнями, но исповедание грехов. О, сила рубища, превосходящая и побеждающая царскую багреницу! О, могущество пепла, сильнейшая царского венца и престола! Ведь именно в то самое время, когда царь был в венце и сидел на троне в багренице и с державной, то есть царским жезлом в руках, а кругом него стояла войско и толпилась свита, в это именно время, может быть, вошел к нему пророк, обнаженный, ноги в пыли, лицо в поту, и произнес свои слова. Еще три дня, и Ниневия погибнет! Что ты делаешь, о пророк? Если действительно дух Божий в тебе, то почему не знаешь ты воли Божьей, что не погубит, желая, но призвать к покаянию? Он изрек этот приговор? Ничего больше, говорит, не сказал мне Бог, кроме того, что еще три дня Ниневия будет разрушена. Что делаешь, о Иона? Почему не прибавляешь к этому никакого наставления? В самом деле, что сказано было Богом Исаии для передачи Израилю? Ничего другого, кроме одних этих слов. Каких слов? Скажи, говорит, людям всем слухом услышите и не разумеете, и будете смотреть и не увидите. А между тем, видишь, какими различными наставлениями и поучениями Он вразумляет их, какие убеждения, увещания и обличения предлагает им. Вот, например, как Он обличает. Познал вол хозяина своего и осел владетеля господина своего. Израиль же не знает меня. Народ мой не разумеет. Вот его обличение. Послушай его вещание. Омойтесь, очиститесь. Оставьте грех душ ваших. Или опять, если захотите и послушайтесь меня, будете вкушать благо земли. Еще многое другое говорит им Исайя и удостоверяет это, написав целую книгу. Не остановился и на этом, но приводит даже свидетелей в начале своей проповеди. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит». Что говорит? Скажи громко, Исайя. «Сынов, — говорит, — я родил и возвысил, они возмутились против меня. А ты, Иона, не сделал ничего подобного, но возвестил гибель, говоря, еще три дня и Неве будет разрушено». Ты ничего не сказал им о Боге. Не сказал. Так говорит Господь, подобно Исайе, а произносит жестокий и бесчеловечный приговор. Впрочем, неневитяне, хотя и не были наставлены в учении, не слышали проповеди пророков, не получили обещаний евангельской благодати, не имели ни любви к Царству Небесному, ни страха наказаний, но отличались скотским характером и жестокими бесчеловечными нравами. Несмотря на все это, услышавши произнесенный над ними приговор, они тотчас обращаются к покаянию, исповедаясь в совершенных ими грехах, и это даже не зная, получат ли прощение. В самом деле, что они говорили? Кто знает, быть может, Бог обратится и раскается, и спасет нас. Они не могли бы воспользоваться примером других, которые покаялись бы и были спасены. У них не было других неневитян, и поэтому они еще сомневаются в своем спасении, но все-таки каются. И тотчас царь, сбросив с себя венец, ибо греница облачается в рубище и посыпает себя пеплом. А за ним весь город, от малого даже до великого, и не только люди, но и скоты, и быки, и овцы. Что делаешь, о, царь? Ведь согрешили люди, зачем же ты и скотов заставляешь пастить? Зачем мы на них возлагаешь вретище и пепел? Мы, отвечает он, отягчены многими грехами, недостойны умолить Бога. С каким лицом предстанем мы пред Ним и будем просить Его? Поэтому мы и заставили умолять за нас, неповинных в грехах. Может быть, кто-нибудь наблюдал подобное между людьми? Если кто нанесет оскорбление кому-нибудь из высокопоставленных лиц, то за него просят, не принимавшие участия в оскорблении, чтобы ему был прощен его грех. Так и мы поступаем. Мы непростительно согрешили. Мы недостойны просить за самих себя и умилостивить Бога. Поэтому мы и заставили скотов, быков и овец преподать к Богу и умолять Его. О, сила покаяния! О, могущество исповедания грехов! Покаяние оградило город, смягчивший приговор Божий. Но пророк еще не верит в спасение неневитян. Выйдя за город, он сидел в ожидании, что будет с городом. Приговор или покаяние возьмет вверх. То и другое как бы лежало в чашке или на коромысле весов. С одной стороны осуждение, с другой покаяние. И покаяние, победив смерть, спасло город. Тогда, мне приходится сокращать речь, опечалился Иона, что он должен оказаться лжецом. И как тогда поступил с ним всемудрый Бог, он приказывает солнцу бросать на его голову палящие лучи до такой степени, что солнечный зной сделался для него нестерпимым. Когда же он от зноя страдал и приходил в отчаяние, ночью Бог повелел вырасти к утру в тыкве и осенять тенью головы Ионы. По этому случаю я с удовольствием предложил бы Иудей вопрос в таком роде. Скажи мне о Иудее, спрашивающий, как без мужа родила Дева, и как родившая осталась Девою. Ответь сначала ты мне, как земля в одно утро произрастила из себя тыкву, и как в одно мгновение развернулись листья тыквы и уже давали тень пророку. Тогда и я скажу тебе, как Дева родила и после рождения прибыла Девою. Впрочем, не будем бросать святыни псам. Пусть извергнутся из нашего счета неверные Иудеи. Итак, когда тыква давала тень Ионе, повелел опять Бог червю утром подкопать тыкву, и она тотчас засохла. Смотри, Иудей, и обуздай свое неверие. Если Бог совершит, что и гораздо более важное, в одну ночь выросла и в одну ночь погибла. Когда тыква засохла, Иона был недоволен, огорчался, приходил в уныние от печали о тыкве и говорил, «Лучше мне умереть, нежели жить». Обратившись к нему, премудрый Бог утешает его, говоря, «А так ли ты опечатался о тыкве?» Иона говорит, «Очень опечатался, даже до смерти». На это Бог говорит ему, «Если ты скорбишь о тыкве, над которой ты не трудился, и не насаждал ее, которая в одну ночь родилась и на другую погибла, мне ли не пожалеть ни нереи города великого, в котором живет такое множество, 120 тысяч человек, из которых множество жителей не познали правой руки от левой, не могут отличить и множество скота. Вот что говорит он, «Я человека любил и не желаю погибели дел рук моих, которые я создал с любовью. Именно поэтому я угрожал разрушением и смерти, не с целью убить, но с целью обратить к покаянию. В течение стольких лет я ожидал их обращения, и теперь, когда они только что обратились, я должен презреть их. Это не свойственно мне, Иона. Как человек ты желаешь освобождать, а я, как Бог, хочу оказать человеколюбие. Слава тебе, Господи, слава тебе! Какое богатство у тебя человеколюбие и жалости, только что находившиеся под смертным приговором, теперь являются учителями вселенной, потому что их пример служит руководством для всех, и вооружившись их покаянием, мы не потерпим крушения. Итак, не будем откладывать день за днем, ибо не знаешь, что родить тебе завтрашний день. День, Господень, который придет, как тать ночью. Итак, придите, возрадуемся, воскликнем Богу, Спасителю нашему, предстанем лицу Его со словословием в песнях, воскликнем Ему. Неизвестен конец нашей жизни, не указан нам срок Его, не назначено время Ему, но как только повелит, давший дыхание всем, тотчас душа наша отлетит от тела и оставит его безжизненным. Поэтому, зная неизвестность конца, все мы будем ожидать жениха, а когда он постучится в дверь, выйдем к нему с вожженными светильниками, имея с собой иелей, чтобы как только раздастся клич, что жених идет, вам выйти навстречу к нему. И да не окажемся мы тогда вместе с пятью неразумными девами вне брачного чертога. Не будем же, возлюбленные, предаваться сну, но будем всегда иметь елей в светильниках наших, потому что нельзя будет уже в тот час пойти и купить елей у торговцев. Здесь он покупается, а там только тратится. А кто же эти торговцы, как небедные? Подай хлеб, и ты получишь царство небесное. Подай хлеб, и ты получишь то же, чего ухо не видело, ухо не слышало, око не видело, и на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил любящим его. Придите, возрадуемся пред Господом, воскликнем твердыни спасения нашего, потому что ночь прошла, а день неизвестной жизни приблизился. Римлянам 13, 12. Да да же Бог всем нам, содеявшимся светом от света, ходить во свете славы Христа, Спасителя нашего, в самом Господе нашем, Которому слава во веки веков. Аминь.